Здравствуйте, дорогие участники в этом выпуске! Представляем вашему вниманию инфициальный, максимально эффективный инструмент для ухода за животным, который называется «Клуминатор». «Клуминатор» — это уже именно решательная, это бренд производительности. Сейчас вы можете встретить немного названий, которые не относятся, буквально они не имеют в виду клуминатору, и их уже так можно назвать. Он экономит ваше время в углу из-за ваших животных, также сократит количество шерсти, которое находится везде, на полу, на одежде, в кровати, где в воде. Представляем, наверное, на сцене «Клуминатор» имеет инструменты как для кошек. Наш сцен находится дальше, есть инструменты, как для кошек, так и для собак. В зависимости от шерсти нашего шерстного, от размера животного, от размера животного, маленькие собаки, либо, как мы показываем, мейнсоны — это большие собаки, кошки. В линейке представлены две модели. Это пластическая модель, в ней ручка не снимается, то есть вы приобретаете и используете ее только для ухода на животных. Также есть у нас схема альгейка, которая называется «Клуминатор». Чем она хороша, тем, что снимается ручка, и под нее вы можете подобрать насадку не только для ухода на животных, но и для ухода на мебель, и для одежды. Вот она, как Ольга демонстрирует нам, она прекрасно справляется, долговечная, чистит одежду. Также есть насадка для мебели, для ковров. Очень легко снимается. Да, очень легко снимается, она очень долговечная, 5-10 лет можно использовать данный инструмент. Я повторюсь, что вы забудете в принципе, что такое сония шерсти на животных. На 90% закрыты снимку, то есть вы, у вас не веришь, когда шерсти не хотите забезти. Благодаря, в чем-то, в чем особенность. Здесь уникальная технология зубчиков. Они глубоко под шерсть проникают в животных, в животных, и максимально убирают тот подшерсток, который и создает зубчиков. Также, благодаря уникальной технологии, эти зубчики, они не травмируют животных. Они достаточно качественные. Также, они не требуют факторной доступности. То есть, вы и нас приобрели, и больше, вам не нужно заточить зубчики. Или не нужно. Так. Благодаря имя сульминатора, то есть, учитывая форт, лекарства, просто классическая модель. Ваш в этом месте присутствует здоровое, уклонное, жёжное, сладенькое, блестящее. Также, я представляю такой бренд 8 в 1. В нём представленный как предсредство по уходу это будет, может быть, антистресс, брей-антистресс для животного, который, он безвредный абсолютно, но, тем не менее, при перевозке, при вот таких условиях животного устраивается. И так же, это может быть какие-то устранители, пятинки, запахов. Если не там, у нас витомице, сделать замер и вам пользу на ваших проблемах. Эти средства прекрасно связаны с этой проблемой, вам не придёт толчаков и здорово. Точно дальше у нас на сайте представлены шампуни, витамины, то есть, то, что нужно для алкоголя, как за кожу, так и до сих пор. подходите, сразу вашу конкурировать. Спасибо за внимание. Ну, действительно, настоящая честь с ними работать. Это мусье Паскаль Паде, все породы Северная Федеральная Кошек, в Франции. Госпожа Ирина Гусева, все породы ВТФ Россия. Госпожа Светлана Севицкая, все породы ВТФ. На нашей выставке она сегодня впервые в качестве эксперта по всем породам. и мы с удовольствием отмечаем свой небольшой вклад путь на большую сцену, скажем так. Естественно, никакой выставки не было, если бы у нас не было хороших спонсоров. четко слаженно не работал секретариат. Аня Никонина, спасибо за сердце. Лесенька Прохора, ты герой. Если бы, не дай Бог, мне десятую часть вашего терпения, вот, у меня бы крылья выросли. Ну, ладно, это же. Прежде чем подойти к окончательному конкурсу, хотелось бы вручить специальную цель. Номер девяносто четвертый. Это код породы Шантре. Эта порода совсем недавно введена в список породы Генерной Генерации кошек. Изумительный такого голубого. Подходите, подходите. вообще можно было с котом. Ну, если, конечно, ваш строгий мужчина выдержит. Так. Новая порода, для нас она, вообще, для мастерки новая. Мы рады, что он нас посетил. Поэтому спецприз от нашей мастерки. То мужчина идет так медленно или так код такой тяжелый. так. Знаете, что меня в таких случаях радует? Когда появляется новая порода, независимо от того, вошла она в бест или не вошла. Стала она в бест или получила поощрительный вид. В любом случае, это знаменательное событие новая порода. В таких случаях у нас на Украине говорят, и шла вода в бест. Вот я вам желаю хороших кошечек. Я подчеркиваю двумя строчечками хороших и хороших котяток. И чтобы котятки были в бестке. Так, хватит выхватываться. Следующий. Номер 160. Меконский каптейл. Номер 160. Меконский каптейл. Идет для спецпризов. Так. Обычно вы знаете, что каптейлы достаточно массивные, грубые даже, брутальные животные. А, вы таким будете, когда вырастите? Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Растите, пожалуйста. Спасибо за то, что вы нас почтили своим участком. Спасибо. На этом спецпризы заканчивается. Кто еще? Раз, два. Ах, сори. Ну, ребята, это уже старость, извините. Номер четвертый. Персидская кошка. Дневник Наталья, владелец, награждается за то, чего нам очень часто не хватает. За рубинку. Ха. уйдайте. Ух. 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 Я сегодня тоже самое делала в рице с этой кошкой. Не могу себя сказать удовольствие. Это совершенно тихий прием, еще по советским временам мы использовали. Ну, а также, он срабатывает на тех животных, у которых хорошая шерсть и хорошая подготовка. Не дай бог, поскольку вы уменьшите, кто меня засудит, Я не знаю, чем вы ее моете, что вы ей делаете. Не меняйте руку. Спасибо. Все, поощрительные преды закончились. Начинается в этом шоу. У нас сегодня эксперты решили сэкономить нам предыдущие. Вы знаете, мы всегда с удовольствием награждаем всех, кто в какой-то мере заслуживает, уходит на сцену. Но эксперты сегодня у нас. Саша, не переводите, ушла бы. Поэтому живут их не так много, но, может, это и не страшно. Рим пойдет домой. Как всегда у нас, вы знаете, домашние кошки тоже могут участвовать в таких дел. И вообще, я считаю, домашние кошки самые красивые, потому что их природа создавала. Слава Богу, хоть туда человек еще не успел мешать. Номер 155. Один из одного. Легче всего выбирать. Лучшие домашние коты и старки. Следующие за домашними котами идут по меру. Это 77-й бенгалу и 53 рэгтоллы. 77-й бенгалу. О, Боже мой. Сколько их там есть? Честно, мне кажется, даже 8. Так, рэгтоллы идут. Ребятки, для этого вам выдаются номерочки на БЭС. Давайте оперативно. Я смотрю на помет Петтарла, кто сейчас повернется владелец. Вспоминаю стихотворение юных борец, букет котов. Наташка, покажите всем букет котов. Многодетная мать, ну что тут скажешь. Итак, у нас два помета. Из них победитель все-таки один, два. Отлично. Единогласно. Номер 77. Лучший помет в истории. Я каждый раз говорю, когда бригада судейся от одной квалификации и достаточно спитая, то очень часто результаты БЭСа единогласно. Неплохое начало под номинацией для «Нойча». Это на английском называется. Но у нас в этот раз еще есть и констратики юниоры. Это 147 спин. Когда-то при слове стерилизовать животное все падали в оборог. Сейчас понимают, что проще решить этот вопрос радикально, чем потом всю оставшуюся жизнь мучить кота. А тут все пришли. 147. Лучший юниорчик, а уже такой безобидный. Я вам заверну. И поздравляем. Взрослые кастратики. 75-й, Бенгалу. И 58-й, Иберский. 58-й, нет. 58-й, нет. 58-й, нет. 58-й, нет. Идете? Нет. Что? Нет. Нет. Ну это надо, я не знаю, какой маркинг провести. Взрослого кастрата продать это надо суметь. Ну что, один из одного. Номер 75. Лучший кастрат, Бенгалу. Поздравляем. Хорошо. Я знаете, уже как это, Винни-Буха, какого цвета был шарик? А какого цвета был сибирский кастрат? Врослый, которого прозали. Каморный декалу. Какой? Каморный декалу. Какой? Каморный декалу. Раморный. Раморный. Так может мне надо было купить, ребят? Чего не показали? И вы какие? Так, сутками пошли. Котята. Не, ну эксперты мои, конечно, отличились. Среди котят кошка. Оба. Нет. Котят. Коты. Девяносто три Британия и пятьдесят девять сибиря. Ира, это ваш кастратик продался? А можно я вас приглашу устроить тренинг по маркетингу в нашей компании? Я, я, я не понимаю. Семьдесят, да, девяносто три Британия и пятьдесят девять сибиря. А где Британия? Да нет же, это уже котята пошли, зайчики. Ну, котятки, независимо от шерсти, девчонки. Вообще, сегодня на Мазонное пули. Ребята, я вот сама немножко путаю в руках, и это участок. Ира, такого цвета был шарик, В икрае как и манистер. Так, британчик и сибиряк. Всего два котеночка сегодня у нас на конкурсе. Я зачутываю твоим экспертом. Зайчики, я вас люблю. Опять единогласно. Номер 59. Лучший котенок высотой. Съел поощрительные призы, а то будут плакать громко, долго, это уже можно. Юниорчик, кошки, 110 скотишь, и 139 сибирь. 110, 139. 110 я вижу, 139 финн, юниор будет? Номер 110. Где же номер 110? Номер 110. Вы будете или не будете? Скотишочек. Топи, 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 топи. Давай, выработай, выработай, выработай. Ну, вы знаете, мы вначале выбираем лучшую кошку, а потом лучшего кота. А помнишь, мы с тобой сравниваем? Разворачиваемся, 10 лет я уже подозреваю, единогласно, 139 лучшая кошка с этим юниорчиком. Коты, пятый перс, 79 бритаж, 四十九 потеш, 45 мы вновь. Продолжение следует... И знаете, сейчас к вам повернутся эти животные лицом, хочу обратить ваше внимание, как важно грамотно представлять породу. Кого-то нужно вытянуть, подчеркнуть элеганты, кого-то наоборот, опа, единогласно. Номер 45, лучший код. А можно еще раз вас попросить развернуться и продемонстрировать. Вот так правильно представляют маекунов. Тогда видна элегантная сила и вся красота. А теперь пожелительные призы получают все остальные мальчишки. Не плачьте громко. В следующий раз это будете вы. И кошка, спинкс, сравнивается с котом. И у нас таким образом будет высопаницерс, то есть лучшее животное противоположного пола. И лучший веневый. Так, разверните мне номерочки, покажите. 139. 139. Выставайте. 45. Лучший юниор выставки. Знаете, всегда радостно, когда побеждают хорошие животные. Потому что юниоры это завтра взрослые, завтра это производители. Дальше у нас будет и смешно, и странно, но не важно. Не, не будет странно, у нас не было. Дальше у нас будет группа длинных сиам-ориенталов, сиамских и ориенталов, кошки, 149, спинкс, 159, леконских, 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 леконских. Я сейчас увидела кошку, которую я сегодня ругала в своем ренте, и хочу обратиться ко всем. Ребята, повторюсь, у каждого из вас, практически у каждого, в доме есть леконки. Почему-то вы на них лазите, чтобы увидеть ловец. Скажите, пожалуйста, кто вам дал право раскармливать кошек до безобразного состояния? Задайте себе этот вопрос каждому. Это не касается кошек, которые сейчас на сцене, это просто так. Как говорят сейчас, вайбер равновеннее. Ладно, где кошки? Так. Вот что значит классная судейская бригада? Единогласная. 149. Лучшая кошка в своей группе. Остальные с поощрительными призами. Код у нас вообще широчайший выбор. Один из одного. 136 километров. Послушайте, у нас сегодня в выезде половина сфинкса. Такое впечатление, что все сделали эпиляцию, или вообще у всех возникла аллергия. Что происходит? Так. Вы даже в объединенной группе умудрились ее завединить сфинксами. Вторая волна гаска, второе пришествие сфинксов. Все, разворачиваемся сфинкс. Так, дайте мне второй номер учиться смотреть. 136. Вы еще и джеттмен. Вестер посидцепс. 100, 129. Лучшее животное в своей группе. Я бы не знал. И вы, пожалуйста, далеко не уходите, потом будет окончательная еще травма. Полудлинношерстные кошки. Всего одна. 125. Страйки. То есть, короткошерстные, боже, я сейчас вам заговорю. Вперед. 125. Где? Ай, извините. Судьям написали мне нет. Номер 64. Апельсинка. Вставай, зайчонок. Время пошло. Дитя, не убейся. Куда они пошли? Апельсиночка. Топи, топи. Это наш просчет. Простите нас, пожалуйста, мнение в писании. Дитя, вытягай кишку за кубиками. Топи, апельсиночка. Умница. Конечно. Без тебя не застоится, зайчонок. Заходи. Смотрите, какой активный будущий котовой. И так. Страй и апельсиночка. У Страй-то необыкновенный рисунок. Настолько красивый классик Дэдби. А апельсинка, ну, она всегда хорошая. Так, и снова единогласно. Номер 64. Лучшая кошка среди короткой группы. 64. Остается, ждет котов. А коты номер 74. Бенгал. 96. Корниш. 98. Дэмон. И 158. Капури. А куфетушка с короткой. И куфеткой. А куфеткой. Не могу. Зачкните так. Мы ей проповедь поставили. Я соскучилась за хорошими Дэмонами. Так. Бенгал. Корниш. Дэмон. И куфетку. П-эшетка. Дэмон. И куфетку. Дэмон. И куфетку. Дэмон. П-эшетка. Да. Дэмон. Что? Ну, как это я буду. Вкусит. Да. То есть? А ты куда ей нет? А там надо деть? Угу. Ну, конечно. Это мой муж. Да. Он наедет. На любую дочь. Так он уже. Посмотрите. У меня классный сет. Не, не сильно проимчать, это другая партнерка. Так, друзья мои. Хорошо. Большинством голосов. Номер. Номер 64. Бест оппозиции. А вы, зеленоглазые красавицы на хаус, лучшие по роскошесной игрой. Так, так. Победитель пока остается. У нас еще одна группа. Полудлинная и длинная группа. Кошки. Третья и четвертая. Перцы. Тридцать два. Мойку. Пятка себе. Четыре. Что ты там собираешься? Кошки. Мы идем или не идем? Третья и четвертая. Тридцать вторая. Пятка себе. Два. Третья и четвертая. Четыре. Перць. Тридцать два. Мойку. Пятка себе. Дряк. Еще кто? Третья и четвертая. Третья и четвертая. Все. Все на диске. Да. Да. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok